Раннее утро в новом жилом комплексе началось с того, что у нас просто перестал работать интернет. А когда у нас перестает работать интернет, это значит, что мы вообще ни с кем не можем связаться. Мы очень долго тянули и не покупали сим-карту. И сегодня прям такой денек, когда я действительно прям понял, что нам обязательно нужна местная симка, чтобы интернет у нас всегда был. Вот и первым делом утром бегу, во-первых, за сим-картой, ну и за продуктами, потому что холодильник у нас пустой. Я дошел уже до самого центра Махмутлара. Это где рынок проводится. Здесь в 10 метрах уже море иду параллельно. И решил, что сим-карту нужно покупать. Водофон, но по крайней мере у многих спросил, у многих именно Водофон. Туркцел называется, который вначале нам советовали. Сказали, что очень она хреновенькая. Мы когда были здесь на рынке, мы хотели с ней взять симку, но я забыл паспорт. Поэтому, как говорится, дурная голова ногам покоя не дает. Вот эту палатку мне рекомендовали. Здесь еще, кстати, у вас за палатки есть такая штука. Можно закинуть несколько лир и взять любой провод для своего телефона. Очень удобно. В целом, процедура оформления сим-карты такая. Я отдал загранник, он его полностью отфотографировал, уточнил, какого числа я приехал. И сказал погулять 15 минут. Собственно, я не буду терять время эти 15 минут. Я схожу к морю, еще заодно схожу до банкомата и сниму наличку. Так как на днях я снимал 300 лир, сейчас я 2 сотки отдам, останется только 100. Поэтому лучше, чтобы они были. А, кстати, вот она надпись, да? Туркцел. Вот ее, короче, не рекомендуют. Ребята, которые уже здесь живут, ну, то есть наши земляки, они говорят, что не стоит. Лучше вот Vodafone. Изначально подумал 200 лир снять, потом такой думаю, не, давай, короче, 300. По итогу снял 400 лир. Вот, думаю, ладно, пусть будет наличка здесь попроще, плюс без машины, чтобы передвигаться, как говорится, голову не делать. Как же мой глаз кайфует, что идешь и везде растут апельсины. Здесь, кстати, такая зона детская, вон мужики играют в теннис уже по утрам, детские горки, сквер шикарный. Вот уже и набережная, и мы сейчас с вами перейдем, посмотрим сегодня, какое море у нас. Ну что, вид на горы, набережная и прекрасное море. Господи, какой средиземный цвет. Вы только гляньте. Да, сегодня штормит, волна сегодня есть, так заходит далеко. Мы на днях сидели вон там вообще. Какой кайф, а? Здорово приходить с утра на море, зарядиться энергией и все, и заряженным быть на весь день. Смотрите, какой там солнечный просвет интересный. Симка уже в телефоне, он все подключил. Значит, ставил сим-карту, какие-то пароли там наводил, активировал ее. В течение 10 минут она еще активировалась, пришла мне смс-ки и все. Теперь с этой сим-карты я могу звонить на все местные номера. Интернет работает, проверил. В принципе, скорость достаточно хорошая. Ну, с опытом, как говорится, со временем проверим, насколько хорошо Vodafone работает вообще в каких-либо местах. Набрал еды. Вот тут вот Мегрос есть, очень огромный. Вот прям как, я не знаю, Кошан, наверное. Удобно там затариваться. Но мне кажется, что он подороже, чем Мегрос, который в Анталии. Либо они цены подняли и вызвал такси. Подъезд в этом жилом комплексе, так же, как и наружу, сделан в виде корабля. Видите? А квартиры, это типа такие палубы. Мы идем гулять. Хочу показать вот окно в подъезде, необычные, с прекрасным видом. На горы и лифт. Смотрите, я в выпуске уже показывал, но вот покажу еще раз. Так и хочется постоянно показывать эту красоту. Так, первый этаж. Поехали. И посмотрите, с каким видом мы постоянно спускаемся и поднимаемся. Это что-то нереальное. Горы, бананы, плантации. Красота. Погодка у нас сегодня прекрасная. Наверное, сейчас градусов 18-17 точно есть. Здесь значит солнышко не светит, поэтому, как говорится, и не греет. Вот наш весь жилой комплекс. Он достаточно большой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь где-то корпусов. Так, Настенька не может открыть дверь. Умница. Вот. Сейчас открывается. Все, выдвигаемся гулять. Да, роденочка, она вот так нажимается. У нас здесь сразу, вот с этой стороны, есть детская площадка. Аква-парк, который сейчас не работает. Каждый, как бы, сектор жилого комплекса нужно проходить вот так по ключику. Вот мы попали на площадку на эту. Сделаем такой обзорчик. Две лавочки. Для маленьких, для постарше. И вот тут есть бассейн, который, естественно, он летом. В бархатный сезон, это все функционирует. Закрыли все это дело недавно. Но почему-то не слили воду. Аквапарк, две горки. В принципе, это достаточно. Смотрите, как красиво смотрится. Жилой комплекс. Здорово. Ну вот, можно прийти сюда спокойно. Вот так вот погулять в любом блоке. А вот он, вход в сауну. Тоже туда обязательно с вами сходим. Привели деток на площадочку. Здесь возле дома, возле моря. Детих целых три штуки сразу идет подряд. Тут мне очень нравится отношение турков с детям. Всегда площадки детские. Всегда они великолепно выглядят. Всегда чистенько. Всегда очень-очень ухоженно. И разнообразно. Тут вообще классная площадка. Здесь всякие скалодромчики. Видите, сколько всего интересного. Вон наши парни катаются. А мы с лукой дошли с колески вот туда, в квартал. Здорово. И вот тут вот буквально 10 метров море. Буквально на чуть-чуть вышло солнышко и все. Хочется сразу раздеться, снять с себя кофту, одеть шорты, одеть тапочки и наслаждаться этой прекрасной погодой. Вот солнце выходит, мне кажется, сразу градусом 20, наверное. 21. Ну такое, я не знаю. Полноценное лето в декабре. Ну как тут не кайфовать? Ну как? Я не знаю. Вот это вот центральная улица Махмутлари. Здесь куча-куча всего. Кафешек, ресторанов, магазинов. Там проезжая часть улицы, которая идет вдоль набережной, вдоль моря. А вот здесь, на вот этой центральной улице, вот эти все парковки, они платные. Я вам хочу по ценам показать, сколько стоит. Не знаю турецкий, так что вы можете сами перевезти. Еще хочу показать, что возле детской площадки есть кран вот такой вот с питьевой водой. Уже не первый раз вообще наблюдаем в Турции вот такую вот штуковинку. И это, конечно же, очень-очень здорово. И банкоматы на каждом углу любого банка. Я снимал в любых банках. Всегда берет 90 рублей комиссию с линьков. Не важно, какая сумма. Ну максимально снимал 400 лир. Мы немножко погуляли, думали дойти на море, но детки что-то наши устали, не выспались сегодня. Поэтому мы решили идти домой. Сейчас вот на этой улице, возле дома, зашли в мясной магазин. Немножко вам покажу, как тут мяско выглядит. Цен, правда, нету. Ну здесь яйца, можете, кстати, покупать. А, это типа набор? Типа набор можно управлять. Это ножка есть и какие-то части еще. Вот, и еще вот такое мясо. Но по ценам не подскажу, их просто нету. Это нужно прям все уточнять за каждую, за каждую часть. Мясо вышло на 32 лиры. Это такое, покажи, пожалуйста, такое... Типа суповой набор. Курица. Ага. И зашли еще в магазин игрушек здесь, купить детям мяч. Ну как, не играть в этой огромной квартире в футбол? Поэтому сейчас там на балконе, наверное, установим ворота. И будем отрываться, как смеет. Ну хотя у нас и во дворе, что там есть футбольные площадочки туда-сюда, поэтому мяч нужен обязательно по ценам. Мяч стоит 35 лир. Я ему, короче, дал продавцу 50. Он нам подкачал мячик. Мы взяли мяч и пошли. Он бежит, нас догоняет. Кричит, мадам, мадам. Типа, знаешь, что забыли. Вот. И там пишут, что там типа обманывают. Ну вот, по крайней мере, мы и не нарывались. Я надеюсь, что мы не нарвемся на какую-то шляпу. Пока все классно. Смотрим через призму позитива. Вот. И вам рекомендую тоже. Даже если нас на рынке обманывают, то все равно очень дешево стоит. В любом случае гораздо дешевле, чем в Краснодаре, в Москве, в Сочи и во все города, где мы жили. Ну, как говорится, Сочи вообще можно опустить. Да и Читах, где я родилась, прожила полжизни своей, там большую часть. Там все гораздо дороже. Поэтому нам не обидно, если на нас там где-то заработали больше. Одну леру. 5 рублей. Ну да. Идем домой. Вот, видите, уже подходим. Вот с таким вот прекрасным видом возвращаемся. Мы сейчас приготовим обед. Я знаю, что многим зрителям нашего канала нравится видосик, как мы готовим. Сегодня у нас будет суп. Как всегда. Обычные курица, картошка, морковка, немножко лук. И что еще добавим? Добавим, возможно, сюда зелень. Все нарезали. Все готовенько. Сейчас будем все это дело в кастрюлю насыпать. Опа. Еще картошки много. Ты говоришь, давай еще. О, давай еще. Сразу все сюда. Ты не пообедовательно закидываешь ингредиенты. У меня свой рецепт. Вкусного супа. Ням-ням. Обед готов. Я уже всем все разложил. Осталось только, чтобы немножко остыло. Вот с таким вот шикарным видом мы постоянно кушаем. Не стали мы, в общем, кушать там на кухне, в Гассиной. Да, решили, что кушать надо на балконе, пока светит солнышко прям к нам. И, конечно, это все заряжает. Эти виды великолепнейшие. Как говорится, обстановка по кайфу. Вот она, морешко. Все, нам приятного аппетита. Будем кушать. И после обеда пойдем на море. Сегодня будем с вами купаться в Средиземочке. Ах, как я давно этого хотел. Мы пообедали, переоделись, собрали вещи купальные для меня. Взял еще пацанам на всякий случай. И идем к морю. Я надеюсь, сегодня получится у нас с вами кубка. Буквально через 5 минут, когда идем, мы все узнаем. Ну, мы к морю-то дошли. Единственное, что посмотрите, какая волна. Да, волна достаточная. Но я вон там вижу, ребята купаются. Причем купаются с детьми. Я своим уже сказал, что мои нет. Мои точно будут пас. Купаться они не будут. Я им не разрешу. Сейчас единственное, определимся, где мы зайдем. И я думаю, что все-таки я зайду. Но это не точно. Да, море. Море прекрасное. Море прекрасно в любую погоду. Штормит, штиль, неважно. Море прекрасно всегда. Вон, видите, купаются там вдалеке, ребята. Ветерок, конечно, сильный. Я очень надеюсь, что вам меня слышно. И минимум помех. Ну, вот, судя по пальмам, вы можете посмотреть. Бьет прям вот так вот. Он оттуда вот прям. Тренажерная площадочка, видите, такая замечательная. С видом на морюшку. Вот. Занимаются. Лавочки. И здесь еще есть кафешечка. Возможно, мы сейчас пойдем как раз прямо на этот пляж. Здесь так целенько, аккуратненько, красиво сделано. Единственное, что не знаю, как называется этот пляж. Кактусы растут. Здесь, кстати, есть даже детская площадка вот в кафешечке. А, называется он The Chef Beach. Вот. Вот так. Видите, вот даже есть вывеска. Вот она. The Chef Beach. Вот, запоминайте, друзья. The Chef Beach. Это вот такой пляжик здесь. С кафе. Вот рядышком еще кафе. Вопрос, куда только пойдем мы. Сейчас будем определяться. Вот. Но здесь, по крайней мере, можно коляску довезти почти прям до моря. Это хорошо. А вот прям отсюда сразу начинается соседний пляж. Называется он Миробич. Здесь спуски и вообще, кстати, везде почти для колясок не предусмотрено. Что, конечно же, очень печально. На нашем берегу в Сочи как-то с этим чуть-чуть продуманней. Такой вот пляж. Прикольные территории они делают, конечно. И они функционируют. В сравнении Сочи это, ну, по-другому. Я не скажу, что это небо и земля, но по-другому. Так. Что здесь есть? Есть бунгалы, кафе, тропинки, дорожки. И, по большому счету, все. Ну, лежачки, кстати, вот еще даже выставлены. Можно, я думаю, что их взять в аренду. Вообще, на каком-то пляже я здесь видел аренда лежака 20 лир. В час, в день. Тоже не было написано. Только цена. А вот следующий пляж, это пляж Азура Парк. Вот как раз где мы жили. И у них тут все как раз и предусмотрено. Что есть спуск для колясок. Вот. То есть это вот я вам начал показывать. Это и есть Азура Парк. Здесь всякий бесплатный Wi-Fi. Зона, значит... Детская зона. Мы уже на пляже. Выбрали вот тут общий, так сказать, да, городской пляж. Здесь туалет, переодевалка. Все есть. Чтобы было удобно. Если вдруг я все-таки решусь сейчас искупаться. Ботинки я уже снял, между прочим. Надеюсь, меня слышно. Потому что ветер... Ветер очень сильный. Сдувает. Гляньте, какие волны. Ох-ох-ох-ох. Обалдеть, ай. Да, вон там вот. Я-то как-то в выпуске стоял вот на этом бетоне. Сейчас оттуда вообще волны прям разбиваются. Люди купаются. Вода теплая. Вот в Сочи в это время уже вода холодная. В ней находиться, ну, можно, но очень-очень дискомфортно. Там градусов, наверное, вода 17-18. А здесь она тепленькая. Я говорю, как в Оленивке в Крыму летом. Ну, чуть-чуть попрохладней. Ух. Вот такие тут бетоны. Идем с вами. Сейчас как волна бахнет, и мы побежим. Пока слабенько, пока слабенько. Ой, вот это идет все, надо бежать. Да. Кайф. Блин, я даже не знаю, где тут правильнее будет зайти в море, потому что вот эти плиты, конечно, жесть. Волны вообще серьезные, слушайте, сколько? Наверное, метра полтора их поднимает. Я, наверное, все-таки купаться не буду, так как волна очень сильная, и ветер поднялся нереально. Вот надо было сегодня утром купаться, и было бы вообще великолепно. А сейчас уже, да, Настенька правильно говорит, сейчас выйду из воды, и ветер этот будет, не дай бог еще-нибудь, как говорится, заболеть, а потом валяться с температурой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА